Приветствую вас! Как мне видится эта ситуация с двух сторон? Ну, то есть даже не с двух сторон, а мне видится эта ситуация, так сказать, в двух сферах. Первая сфера, она будет более на поверхности, такая более простая, наверное, для понимания. Вторая сфера чуть-чуть посложнее, на мой взгляд она более сложная для понимания, особенно для вашего понимания, потому что отдаю себя от шерсти в том, что вы можете это не воспринять. Соответственно, если мы разберем с вами эти две сферы, возможно, вам лучше будет ясно, возможно, вы лучше будете понимать, что вам делать. Значит, первая сфера касается чисто такого поведенческого аспекта, то есть вот исходя из всего того, что вы написали, может сделать вывод, что вот мужчина для вас старался, 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 старался делать что-то, да, делал, делал для вас, в общем-то, заботился, всегда был рядом, всегда вам помогал и так далее. Все это у него было, а потом, внезапно, мужчина вам сказал, что он больше вас не любит. Значит, здесь, по моему мнению, очень может быть такая ситуация, что мужчина просто испугался ответственности. Вот такое бывает. Испугался ответственности, потому что понял, что все серьезно очень. Понял, что все очень серьезно с вами и испугался того, что может быть за этим. да, что вот между вами сейчас происходит. То есть, словно говоря, он понял, что слишком сильно к вам, например, привязался слишком сильно, вас начал видеть в качестве своей девушки и почувствовал, что возможно, возможно это только возможно, это вот именно возможно, может очень сильно обжечься, если, например, с вами будет продолжать дальше отношения. И он, соответственно, этого не захотел, соответственно, он испугался возможной боли, возможного негатива и из-за этого, собственно, дал попытки. И из-за этого он делал шаг назад, начал делать шаги назад. Значит, что в этой ситуации вам можно сделать в случае, если я, например, прав в данном случае? Значит, если я прав в данном случае, то вам можно и нужно сделать только одно. чтобы дать ему возможность, дать ему время, немножко прийти в себя, немножечко, как бы, побыть без вас какое-то время, чтобы он все-таки осознал, что для него действительно важно, что для него по-настоящему ценно, ну и так далее. В этом случае, в этой ситуации, при данном варианте, вы можете сделать только одно. Вы можете не давить на него и позволить ему самостоятельно преодолеть этот критический для себя момент. Потому что этот момент, на самом-то деле, действительно критический для него. Потому что, определённо, мужчина переживает некий переходный период в своей жизни на данный момент. И этот переходный период, ему нужно пройти самому, без вас. Потому что, если вы будете, например, как-то присутствовать, то мужчина может подумать, что, ну, самое-самое радо он может подумать. Кстати, не хотелось бы мне перечислять всё, что он может подумать. Потому что, ну, это и долго, это и совершенно не нужно. По крайней мере, по моему мнению, это не нужно. Вот. Значит, это была первая сфера. Она, согласитесь, довольно лёгкая для понимания. Существует ещё и вторая сфера, она более глубже находится по модели своего понимания. Это такая модель, что мужчина, может быть, действительно вспомнил, что у него есть ещё чувство к той вот девушке, которую он любил. И выяснилось, что, оказывается, он всё это время, что был с вами, как-то вот сравнивал, сравнивал вас и свою эту девушку. То есть пытался, условно говоря, ну, подогнать вас под образ и подобие вот той самой своей девушке, ну, с которой когда-то у него были отношения. И, соответственно, когда он это осознал, для него данный момент стал очень печальным, очень плохим, потому что, ну, он ведь понимает, да, что вы-то достойны лучшего, вы-то достойны большего, а он, получается, вас только обманывал. Ну, не отманывал, в прямом смысле этого слова, но, в общем, не был с вами честен, по крайней мере. И у него взыграла благородность, у него взыграла, значит, в чувство справедливости. И он понял, что так дальше быть не может. И, собственно, решил с вами, ну, как бы, отдалиться от вас, всё потому, что не хотел давать вам ложную надежду именно на любовь. В этой ситуации, ага, в этой ситуации, вам нужно понять, что вполне вероятно, что у мужчины ещё независимые отношения есть по своей предыдущей девушке, и вполне вероятно, что он её, там, не отпустил до конца, что он ещё, конечно, что-то чувствует. И, в общем, с вами, с вами, с вами, он не так уж, чтобы прямо сказать, счастлив. То есть, да, внешне и формально он с вами счастлив, безусловно. Но проблема в том, что для него это уже мало, видимо, он это понимает, и, собственно, поэтому и усёл. В таком случае вы можете только лишь его отпустить, то есть, дать ему понять, что вы примете любое его решение, лишь бы он был счастлив, не удерживать его, не надоедать ему, потому что этим вы только лишь оттолкнёте его от себя и дадите, например, понять, что вы всегда готовы, ну, готовы, я имею в виду, вы всегда его принять. А это ваша ценность, как женщины, снизить, к сожалению, достаточно сильно. И вот, чтобы этого не было, вам необходимо мужчину отпустить. Но, чётко, дать понять, что вы не будете его ждать вечно. То есть, дать понять, что вот пока вы его, там, прожжёте, грубо говоря, какое-то время, да, то есть... Но бесконечно ждать вы его не будете, и что у вас обязательно будет такая ситуация, что появится в вашей жизни мужчине какое-то другое. И тогда пусть он уже, как бы, сам понимает, что делать. То есть, в этом случае, во-втором, вы, как бы, даёте ему время завершить отношения, да, то есть можно ему прямо так сказать, что, хорошо, давай пока не будем принимать каких-то поспешников вичлений, да, давай пока, значит, ты не будешь со мной окончательно рвать, говорить там, что ты меня не любишь и так далее, потому что, ну, это очень громкие слова, вот, и после них, как бы, ну, может не быть возврата. Вот, давай ты подумаешь, поможешь меня, подумаешь, насколько важна тебе эта девушка, насколько важна тебе я, например, и тогда уже примешь решение, как бы, более, ну, такое, ввешено, да, более такое, правильно. То есть вам в этой ситуации, ладно, поступить адекватно, показать мужчине, что вы уважаете его, его выбор, но, с другой стороны, и не позволите, как бы, себя использовать, да, то есть не позволите, как бы, мучить себя и держаться в подвешенном состоянии. Это было бы неправильно и унизительно для вас совершенно точно и определенно. Вот, я думаю, что, исходя из вашего текста, можно именно вот так, примерно так, отстыть на ваш вопрос. Конечно, ситуация, возможно, потребует нюансов, ситуация, возможно, потребует определенного пояснения, поэтому, если какие-то вопросы остались у вас, обращайтесь в личку, помогу, а если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!